приветствую всех подписчиков моего канала и так друзья продолжаем распаковывать подарки и сегодня у нас на анонсе и холода компании лаки фашфайндер модель точно 718 л ай это многофункциональный эхолот его можно использовать как для зимней рыбалки так и устанавливать на катер и также л ай в конце обозначает индексе да то что в нем есть беспроводной датчик который можно там либо на карповой рыбалке попробовать закинуть на далекое расстояние и узнать что же находится там какой рельеф на производитель заявляет дистанцию до 180 метров не знаю не проверял утверждать не буду но возможно в летнее время на практике удастся это испытать и уже сделать окончательные выводы но впереди его ждет испытание на зимней рыбалке у меня подобный эхолот был но это уже новый в нем встроена аккумуляторная батарея и водонепроницаемый корпус ну давайте обо всех технических характеристиках о ее возможностях и основных функциях мы поговорим более подробно и так друзья начнем с комплектации поставляется достаточно внушительные коробочки и еще дополнительно комплектуется вот таким вот целая пластиковая коробка кейс в котором вы можете спокойно его перевозить и не переживать за том что он у вас может повредиться и так давайте по стандарту начнем с комплектации вот сама наш эхолот подробнее остановимся на нем позже так инструкция у нас есть ну в принципе меню очень интуитивно понятно также отложим пока в сторону так гарантийный талон серийный номер то есть всегда можете обращаться случае каких-то проблем важная информация по пользованию беспроводного эхолота также в комплекте батареечка которая у нас идет для беспроводного датчика этот эхолот также можно использовать и летом как беспроводной ну также об этом немножко позже стандартная уже комплектация веревка шнурочек такой который можно эхолот повесить на шее там или куда вам удобнее будет подзарядка стандартная на 220 вольт с usb и также usb есть чтобы подзаряжать от прикуривателя в автомобиле во время переездок на рыбалку если вы там не успели дома зарядить то никаких проблем не составит зарядить его по дороге также несмотря на то что я буду данный эхолот использовать в зимнее время он используется также и как обычный стандартный холод для лодок есть у нас такой поплавочек сам датчик и фиксатор для установки на транец смотрите еще у нас конкретной модели холота ff 718 л и то есть вот эти все и дальнейшие после цифр индекса обозначают различную модификацию холота и также смотрите на комплектацию вот мне допустим необходим был зимний датчик но предыдущими холотами фишерман gg connect я уже пользовался если подробно обзор буду делать на данный холод то я расскажу немножко об истории но в принципе можно сказать это два собрата поэтому я без проблем свой зимний датчик поставлю сюда никаких проблем не будет мне не пришлось его приобретать дополнительно провод у нас достаточно длинный и мощный ну давайте наверное теперь немножко уже рассмотрим сам эхолот по комплектации думаю все понятно ну давайте наверное сразу остановимся у нас на беспроводном вот этом датчике так как в принципе я буду использовать эхолот только зимой мне он поскольку поскольку будет нужен ну возможно я его потестирую летом значит у нас здесь сверху герметичная крышка есть куда вставляется наша батареечка я сейчас я вставлять не буду потому что нет никакого смысла дальность датчика 180 метров на практике не проверял и работает он только когда попадает воду то есть здесь вот выведены два контакта видимо когда он попадает воду она замыкается вы можете либо там допустим используя в карпу и ловли привязать его до забросить и потихонечку тащить и уже смотреть на экране что у вас он показывает если вы подключаете данный холод то у вас здесь появляется сбоку индикатор соответствующие то что подключено беспроводное устройство датчик этот 1 лучевой угол у него достаточно такой оптимальный 45 градусов но отличается он от стандартного но в принципе наверное о нем больше мне толком рассказать нечего если буду использовать на практике то обязательно еще к нему вернемся значит давайте более подробно рассмотрим сам и холод предыдущим я отловил наверное уже даже забыл когда его покупал но практически на предпоследней рыбалке в прошлом году мой холод выпал из кармана палатки и упал в расстоянный снег и там пролежал наверное около часов 12 естественно там все микросхемы залипли и он начал глючить этот же и холод как заявляет производитель полностью водонепроницаемый сделан из очень приятного пластика я конечно всегда практически доверяя производителям поначалу думал не тестировать но потом подумала смысл если производитель заявляет то пускай так и отвечает за все свои заявленные требования и я наполнил ванну с водой и принципе минуток полторы-две без проблем его включил поработал с ним вот и как видите он пока что еще полностью работает так давайте его заново выключу и мы начнем сейчас уже рассматривать его основные функции и меню итак давайте пройдемся по внешнему виду так у нас и здесь есть антенна для приема сигнала от беспроводного эхолота также имеется вход для подключения нашего основного датчика проводного и еще один вход имеется для питания все они достаточно плотно закрывается поэтому у нас эхолот водонепроницаемый здесь как бы все соблюдено дисплей 128 на 128 точек в принципе вполне нормально данный эхолот работает до глубины 100 метров вот и как уже сказал он двухлучевой время работы как заявляет производитель до десяти часов не знаю утверждать не буду опять же кино обзоре скажу реальные данные сколько он работает ну причем на морозе в зимнее время значит давайте теперь пройдемся по основным функциям при включении у нас выдает выбор либо демо режим либо запуск на воде ну давайте мы сначала остановимся на основных функциях я о них расскажу а затем мы посмотрим на демо режиме как все это выглядит и так выбираем на воде и нажимаем кнопочку меню ну давайте сначала пройдемся по основным функциям меню и так значит у нас двухлучевой эхолот 200 килогерц у нас показывает угол 20 градусов на 83 килогерца угол 60 градусов также можно выставить чтобы они работали сразу оба так но давайте выберем допустим оба дальше язык русский понятно подсветка можно включить можно нет здесь достаточно приятная такая белая подсветочка чувствительность давайте сразу посмотрим сколько у нас чувствительность 2 3 4 5 6 7 8 9 9 уровне чувствительности что в принципе вполне приемлемо можете настроить под свои условия ловли так диапазон глубин как на экране будет показана индикация 1 метр поставить можете давайте сейчас до максимум посмотрим производитель заявляет 100 метров максимальная глубина можете вручную выставить эту дистанцию глубину 100 метров до 100 метров ну как правило я оставляю на авторежиме после того как я уже нашел соответствующую глубину то выставляю ее уже на ручное чтобы настроить увеличение и я вам потом покажу для чего это делается очень очень удобная кстати функция итак продолжаем дальше увеличение вот после того как вы нашли выставили нужный диапазон глубины вы можете сделать увеличение на определенном участке глубины да вот я всегда делаю как бы в придонном слое чтобы лучше понимать что там происходит что более было отчетливо все видно итак сигнал глубин вы можете допустим ну это актуально конечно если вы на лодке там ищите бровку или какую-то яму плывете там стандартная глубина там 78 метров у вас а вам нужно найти яму там 20 метров вы выставили 20 метров глубину и у вас присигнализирует и холод о том что вы сейчас находитесь на данной глубине и вы то есть этим самым ее не проплывете дальше сигнализация рыб здесь есть три индикации то есть вот я как правило восстанавливаю на крупного леща когда увидеть чтобы он подошел мелкая рыба как бы держится постоянно и нет никакого смысла слушать постоянные пики мелкой рыбы который принципе всегда держится изображение рыбы можно включить можно не выключить скорость обработки информации но тут уже опять же таки больше наверное это актуально для лодки если вы используете в стационарном режиме на зимней рыбалке то эта функция мне как бы не особо важная так глубина может быть использована футах может быть в метрах нам естественно в метрах интересней температура цельсиях и фаренгейта также оставляем цельсия и вот в принципе все наши основные настройки меню выбранная сама сама убирается и тут же гаснет экран то есть все это сделано для того чтобы батарея работала намного дольше если мы посмотрим вот в эту часть экрана увидим что у нас постоянно меняется килогерц то есть два луча работает они постоянно переключается также показано с индикатор вот проводочек если у нас бы был подключен датчик беспроводной то здесь была бы антенка и его уровень сигнала так ну эти понятно кнопки для переключения управления режим вот вы можете быстро переключить нужные вам лучи настроить также просто через секунду он сам пропадает зум это для как уже сказал увеличение то есть здесь основные функции 2 выведены отдельно а меню уже сама как бы где вы последнему что остановились там он и останется самый еще важный нюанс том что все настройки после выключения в данном эхолоте сохраняется то есть у него есть своя как бы оперативная память которая очень помогает вам не нужно по 10 раз настраивать есть вы рыбачите на одних и тех же водоем их условиях так ну в принципе наверное я вам и все рассказал реальные тесты уже проведем на рыбалке это у нас двух лучевой эхолотик датчик точнее сам не забывайте вот эту пленочку обязательно снять чтобы он работал корректно длина шнура 6 метров но в принципе я все равно с поверхности использую его думаю это также не особо актуально ну конечно если у вас большой катер вы хотите расположить данный эхолот у себя там на экране датчик у вас находится на корме тот туда и туда очень актуально давайте теперь посмотрим мы дэмо режим как это вообще все будет выглядеть к сожалению сейчас возможности нет продемонстрировать поэтому мы сейчас посмотрим дэмо режим то есть вот у нас отображается глубина температура воды там где у нас датчик луч который сейчас работает и вот как что показывает на экране у нас глубина от 0 до 10 либо вручную выставлено либо автоматически и вот индикация разных рыб причем рыба показывается каждая на какой глубине находится это очень хорошо иногда это помогает сразу определиться вам на какой глубине мормышкой поиграть либо там если вы спиннингисты на какую глубину заглубить воплер впереди тесты посмотрим так подсветку можно подсветку постоянно включить вот я теперь понял я случайно нажал видимо и она у меня включается вот а теперь она будет у меня постоянно гореть должна не отключаться но видим может быть тоже есть какой-то лимит по времени может быть там через минуту будет выключаться а так принципе она выключается если на нет ее оставить вы могли заметить секунд через там 2 сразу же отключается как-то так ну а друзья вот такой получился мини обзорчик данного эхолота ближайшее время я обязательно потестирую на первой же рыбалке и поделюсь впечатлениями но в принципе что ожидать я от него знаю потому что как уже сказал у меня был абсолютно аналогичный эхолот только этот более модифицирован и с дополнительными различными функциями надеюсь что также датчик сможет показывать глубину и рыбу надо льдом прямо если есть небольшая водяная прослойка если кто не в курсе что есть такая хитрость не обязательно сверлить лунки если у вас там небольшой лед и на нем есть немножко водички то можно с помощью этих эхолотов просто представлять датчик и он сквозь лед пробивает и без проблем показывает причем правдиво мы проверяли как и просверленные лунки так и с поверхности льда все в принципе работает ну вот принципе друзья такая информация если вам она была полезна ставь лайк подписывайся на мой канал и следи за следующими выпусками всем не хвастань чешуи пока